Показание в целом Это не только себя, а защищать правду Божию Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан Я думаю, что все из вас получили слово вчера Прокушали его, вкус почувствовали Я искренне молюсь о том, чтобы те переживания Тот опыт ходатайства, который у меня есть Чтобы он перешел, передался вам И чтобы вы вышли отсюда снаряженные практическими умениями А не просто снаряженные информацией Хотя информация также важна Аминь Вчера мы говорили достаточно долго и разбирали о том, что ходатайство Это не то, о чем Иисус молился Это то, что Он совершил Он стал сам между живыми и мертвыми И остановил действие разрушения Наше ходатайство будет являться молитвой И в учении мы увидим, что наши молитвы Они будут высвобождать то, что Он уже совершил Я не могу даже описать полностью Важность того, как необходимо нам быть в Нем Быть во Христе Что ваша жизнь, она должна быть постоянным поиском Его И осознавать и знать, кто Он Кем Он является в вас Это очень важно, когда вы сталкиваетесь в борьбе с тьмой Когда вы сталкиваетесь с ситуациями Которые безнадежны Знать в эти моменты, кто Он есть Вы можете посмотреть на обстоятельства и сказать Невозможно Но с Господом это становится возможным И такова наша жизнь Как верующих Это наша жизнь верующих в борьбе, когда мы сталкиваемся со страданиями Но Бог освободил нас от них всех Когда вы в ходатайстве, вы сталкиваетесь с битвой Но у нас должна быть радость, потому что у нас уже есть победа Мы носим победу внутри нас И более велик тот, кто в нас Чем те обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся И ваша вера, она строится, она растет И помните, вчера мы начали с того, что нам необходимо начать двигаться в маленьких вещах И быть верным в том, что Бог побуждает вас делать Был один мужчина в нашей церкви однажды И он пришел ко мне и говорил Пастырь, как мне получить это? Как мне получить это помазание в ходатайстве? Как я могу иметь это? И он сказал Расскажи мне все, что тебе вот Бог говорил И я помолился за него и сказал ему Что начни с того, что убирать листья и бумажки в церковном дворе А он не мог это увидеть Как от Бога Он думал, что он намного выше И он покинул церковь И я видел его несколько лет спустя И у него все еще не было помазания Это происходит, когда мы верны в маленьких вещах Ваша вера растет Ваши взаимоотношения растут И ваша жизнь будет меняться Аминь? Мы все хотим и жаждем видеть воскресение из мертвых Но прежде чем это произойдет Должно многое произойти внутри нас Потому что Господь хочет разрушить те вещи Которые разрушают и вредят нам Например, мышление о том, что мы кто-то, хотя мы этим не являемся Но то, что я хочу отметить Что Господь совершил полностью свою работу Он ее свершил на кресте И он тот же сегодня Каким он был вчера И каким он будет завтра И мне нравится то, как он начал свое служение Он сказал, без Бога не можете делать ничего И вот с этого и нам необходимо начинать Что без Тебя, Господь, мы ничего не можем сделать Я видел очень часто людей, которые получают какую-либо информацию И они думают О, теперь я имею это, я знаю Но это не просто вопрос информации Это вопрос взаимоотношений И вот куда мы будем с вами двигаться сейчас Это первая часть И она будет называться Как представление Иисуса Мы посмотрим, как Он представлял Бога Отца Потому что, ну, это наша картина Он лидер веры Он тот, кто совершил спасение И мы должны увидеть, что же Он делал Его шаги Потому что, если мы хотим двигаться так, как Он двигался Если мы хотим течь, как Он тек Мы должны превратиться в Его образ Мы должны стать подобными Ему Иисус сказал вот что Работу, которую я делаю Я видел Отца делающим Давайте обратимся к книге Иоанна 14 главе Книга Иоанна, 14 глава, 10 стих Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела Помните историю, где у ворот вышли двое учеников И там лежал расслабленный И... Кто помнит это место? Да, серебра и золото я не имею Но то, что мы имеем, даем тебе Встань и ходи А Он был расслаблен и лежал Они прыгали, славили Бога Возносили хвалу И люди хотели начать поклоняться им Люди хотели начать двигаться за учениками Вместо того, чтобы смотреть, взирать на Господа Они начали смотреть на учеников И ученики тогда сказали Почему вы смотрите на нас, как будто мы что-то сделали? И вот такое же отношение, такое же поведение у нас должно быть И как апостол Павел говорит, мы должны постоянно умирать, умершвлять самих себя Потому что очень часто случается, особенно с ходатаями, что они получают информацию Бог показывает им какие-то вещи Но проблема вот в чем Если они не умертвят самих себя Если они не будут строить взаимоотношения с Богом Тогда враг приходит и говорит Слушай, мне кажется, ты уже знаешь больше, чем пастырь Посмотри, сколько много у тебя есть Сколько ты знаешь Например, вы на молитвенном служении И Бог очень сильно вас использует в этом молитвенном служении И такой маленький голосок сидит у вас на плече Когда вы входите в молитвенную комнату И говорит вам Слушай, без тебя, вот если ты не помолишься Ничего не произойдет на этом служении сегодня Но Бог, Он хочет все это убрать Он не хочет, чтобы мы упали Аминь? Он не хочет, чтобы мы были раздавлены Мы должны быть как пророк, который говорил О, Боже, я человек с нечистыми устами Ты используешь меня, Господь И мы должны быть очень благодарны Но также мы должны понимать Что не я такой уникальный И надо это приводить в практику В жизнь И перед тем, как я поехал в Израиль неделю назад Я до этого посетил одно место на юге Германии Называется Сестры Мэри И там 170 женщин живет И все, что они делают, это молятся Верят в Бога и поклоняются Господу Последних лет 70 Замечательнейшее место Но там ты себя чувствуешь очень-очень маленьким Я с одним спутником Мы зашли в сад у них там И когда мы зашли, я осознал, что я ощущаю, что все, что я знаю Это просто ничто И нам необходим этот процесс в наших жизнях Как у ходатаев Павел апостол говорит Я каждый день умерщвляю себя Чтобы он мог жить Не я живу более, но Христос живет во мне И это то, что Иисус говорит Что Отец двигается во мне И Он творит дела И как ходатай И то, что мы должны делать Это, слушай, я делаю это Потому что Господь во мне И если Иисуса не будет во мне Я беспомощен Я ничего не смогу сделать У Мессии была вся власть И Он мог полностью являть Отца Представлять Отца А на секундочку давайте подумаем о Моисее Он был убийцей Он убил египтянина Он прятался в пустыне, скрывался И Бог пришел к нему И Бог явился к нему и сказал Ты пойдешь, ты станешь перед лицом фараона И ты скажешь, отпусти мой народ И Моисей сказал Кто я такой? Я никто Как я могу сказать, кто послал меня? И Бог сказал ему Ты скажешь, что я тебя послал У Моисея была власть Потому что он представлял Бога Если вы здесь на перекрестке Встретите полицейского Прямо вот тут недалеко, в центре И они Они стоят посреди дороги И у них есть их оружие Их значок И если он выйдет посреди дороги Поднимет руки И прикажет машине остановиться В большинстве случаев Машины остановятся Они не смогут проехать сквозь него Они остановятся Потому что у него есть власть И он был послан на это место Властью свыше Чтобы наводить порядок У вас есть права и правила И у вас есть Когда вы снаряжены властью Вы можете управлять, править И если вы будете стараться быть хорошим ходатаем Вы поймете это Что у вас есть права и возможности Руководить, приказывать, изгонять Связывать И первое местописание Которое я получил И услышал в наркоманском притоне Это Матфея 6 глава 33 стих И маленькая Это небольшая женщина Которая проповедовала мне Она говорит Слушай, сынок Если ты только примешь это слово У тебя все получится И я открыл это Писание Начал изучать Смотреть на это место И ищите же прежде Царство Божие Что это означает? Это означает, что Иисус Иисус придет и сядет на троне Моей жизни И будет царем Я более не царь своей жизни Но он царь Он Господь Мы делаем его Господином И мы говорим Ты можешь руководить Я больше не руковожу своей жизнью Но ты руководишь И мне нравится Вот такая власть Потому что если вы собираетесь По-настоящему ходатайствовать Вы сможете двигать горы И изгонять врагов И я поделюсь с вами Очень такой экстремальной иллюстрацией Когда я был на том острове Помните, Хэти Недалеко от Майами Где были колдуны У меня со мной было Несколько пастырей И эти пастыря, к сожалению, не знали Что такое двигаться во власти И пользоваться этой властью И мы попали в место Такого образа церковь Где тренировали этих колдунов И я был в церкви Прославлял Бога Славил Находился в поклонении и прославлении И ко мне подошли эти пастыря И сказали Слушай, пастырь Мы вот все пастыря Которые сидим в этом джипе Мы боимся за наши жизни Они реально испытывали страх Страх сошел на них За их жизни И был дух этого страха В этой области И они распознали этот страх Кто? Этот пастырь? Нет Люди пытались Палки или что-то тыкать в машину В окна этого джипа И они видят, что пастыря испуганы И они начали из этого игру делать Дразнить их И они начали поднимать джип И бросили С людьми в джипе И для них это был розыгрыш А там где-то тысяча людей собралось наблюдать за этим Темнота Вы можете услышать Как звучат барабаны вуду Как они там собираются Ночь уже А я наслаждаюсь, славлю Богу И проповедую И мне пришли и сказали Слушайте, они там умрут в этом джипе Когда я вышел Внаружи Всегда есть в таких тусовках Один лидер И он посмотрел на меня И пошел навстречу ко мне И он задрал рубашку И он сказал Если у меня будет еда Я мог бы пойти в церковь И я сказал Это очень легко и просто Это то, что Дух Святой сказал ему Если ты будешь искать Бога И его царство Он даст еду тебе Он даст тебе и дом И все, в чем у тебя есть нужда Все вещи, все, чего ты ищешь Если ты будешь его искать Он обеспечит тебя Бесплатно Я проповедую И я иду на толпу вот эту И толпа отходит И все они стоят вокруг А я просто проповедую Говорю с ними, как вот сейчас И я заканчиваю И они все начали аплодировать И думали, что это чудесно Пастыря в джипе были очень напуганы Каждый из них сказал Слушай, забери меня Увези меня домой Посади меня на самолет, пожалуйста Я смеялся Я был наполнен радостью Потому что я увидел власть Я имел власть Иисуса Христа И я знал, что это был не я Я знал, что это был Иисус Говорящий Своё Слово Через меня И враг был откинут назад Аминь? Иисус, Он победил врага И если Он будет проистекать через вас Враг снова будет побежден Вы захватите вашу землю И то, что вам надо делать Это первое в ходатайстве Высвобождать то, что Он сделал И у нас есть это право Руководить Иисуса было это право Руководить, потому что Он был послан Отцом Если вы будете читать Писание Более сорока раз написано Что Отец послал Иисуса Бог послал Иисуса Он послал Сына в мир И для нас это очень важно Чтобы мы были посланы Даже если вы работаете В поместной общине Если вы выходите И начинаете служить Лучше быть высланным Посланным И я так учу людей В своей общине Я говорю им всем Что слушайте Я хочу знать Где вы находитесь Потому что я молюсь за вас Это лучше быть высланным Высвобожденным с властью Чем просто поехать И что-то делать Быть под покровом Покров пастыря Покров апостолов Вам необходим Вам необходим Покрытие Вам необходима Это защита Если вы будете в проблеме И если вы в том месте Где вы под давлением Вам необходимо Быть под покровом Вам необходимо Чтобы кто-то молился За вас Вы не должны быть Одиноким рейнджером И не должны Действовать в одиночку Аминь Аминь Второе Иисус творил волю Отца У него не было Просто власть Из-за того Что он был Богом У него была власть Потому что он был Послан Богом И его слова к нам В Писании Говорится Нет, моя воля Но Твоя, Отец Да будет И очень часто Как ходатай Как молитвенные войны Вы будете В таких обстоятельствах Когда вам придется Сказать Не моя воля Но Твоя, Господь Да будет Давайте остановимся На минутку И поразмыслим Почему так часто Иисус уходил на гору И молился Он всегда уходил на гору И проводил время в молитве Если он не молился За людей Если он не исцелял людей Не делился словом Не служил Он всегда находился На горе И молился Он слушал Он слушал Отца Что Господь говорит Что Он хочет Чтоб Иисус сделал У нас у всех Есть наша воля И мы все Каждый Думаем Что знаем Как бы хотелось Чтобы это двигалось Как это должно происходить Но ранее Когда мой наставник Он учил меня Он говорил Всегда ищи Что Господь говорит Потом молись Что Он говорит тебе Я помню Однажды Моя супруга Вернулась с работы И говорит Слушай Есть 10-летний мальчик И у него Кровоизлияние в мозг А я был молодой служитель И она говорит Слушай Это плохая ситуация У мальчика нет Ни папы Ни мамы Что же нам делать Я пошел К своему наставнику И спросил Что же мне делать И то, что мне сказал Учитель Молись Пока Бог Не скажет Тебе И что бы Он Не сказал Так и молись И я приехал В больницу Я нашел Маленькую часовню На территории больницы И молился Там до полуночи И Бог сказал Я исцелю его Когда вы получаете Слово от Бога Абсолютно не важно Что остальные Вокруг говорят Потому что Его Слово Оно устоит И врачи говорят Он Если и выживет Будет как овощ Он не будет Дееспособен И через три дня Он был полностью исцелен Он Выписался С больницы Вернулся в школу Потому что Господь сказал И часто люди Прибегают И говорят О, я верю Это от Господа Я верю Это от Господа Но я не получаю Так быстрого ответа И бывает так Что делятся Таким словом Откровением Мы верим Что это от Бога И ходатай И принимают Это слово Подключаются И решают Но мы тоже Поверим Что это от Бога Позвольте мне сказать вам Вам будет стоить Чтобы слышать Господа Вам придется Заплатить цену Это будет стоить Это будет стоить Вашего времени Это будет стоить Вашего времени Когда Когда другие Занимаются Какими-то своими Важными делами А Богу Нужны вы Это вот тогда Когда происходит Настоящее Ходатайство Вот в эти моменты Это значит Отойти от всех И не идти За большинством Некоторые могут Наслаждаться Временем Проводить Хорошо Время Веселиться А Бог Может сказать Послушай Я нуждаюсь Тебе Ты мне нужен Мне надо Чтобы ты Отсоединился От всех И побыл Наедине Когда у вас Есть такое место И вы можете Закрыть дверь И помните Что Писание Говорит Когда Иисус Учил Зайди Закрой Затвори Дверь Свою Когда вы Затворяете Дверь И вы Наедине Господь Видит вас И Иисус Удалялся От толпы Он уходил На гору И он был В одиночестве Один Когда вы Наедине Вы одни Бог Тогда Видит вас И посещает вас Каждый хочет Иметь Аудиенцию С Господом Замечательнейшая Возможность Получить Аудиенцию С Господом Это Найти Уединенное Место И Писание Говорит Что Вот в таком Уединенном Месте Я Откроюсь Тебе Явно Потому что Ты пришел И хотел Найти Меня Это Это Будет Стоить Вам Мне Нравятся Эти Истории Про Бенни Хина Когда он Приходит На служение Много Людей Он Произносит Только Иисус И многие Падают И это Было Началом Его Служения Такого Большого И это Было Очень Здорово Он Выходит На сцену Произносит Имя Иисус И все Падают И он Однажды Был В городе Где Были Его Родственники И они Не Видели Его Уже Много Лет И После Утреннего Служения Собралась Такая Вечеринка А Господь Сказал Нет Ты Туда Не Пойдешь А Боже Я Буду Быть Мой 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 Абонихин Говорит Ну Господь Вот Я Семью Не Видел Родственников Столько Лет Мне Надо Туда И Он Ушел И Был С Родственниками Он Вернулся На Вечернее Служение Сказал Иисус На Сцене А Все Стоят И Смотрят На Нему И Бог Говорит Следующий Раз Когда Я Зову Тебя Побыть Со Мной Ты Приходи Пожалуйста Это Все Чего Мы Хотим Быть Верными Быть Верными Это Не Важно Где Вы Находитесь Вот Что Замечательно Бог Знает Где Вы Находитесь Он Знает Куда Прийти И Где Вас Найти Вам Не Надо Беспокоиться Об Этому Знаете Битва Была В Багдаде Она Называлась Песчаная Буря И Там Боролись С С Адамом Хусейном Мой Друг Который Он Служит В Американской Армии Он Был На Крыше Дворца Саддама Хусейна Он Звонил Оттуда Своей Супруге И Снаряд Летел Прямо На Него Прямо На Него Летел Снаряд И Он Говорит Своей Жене Меня Сейчас Убьют Я Был В Америке Это Была Середина Ночи Я Проснулся И С Одним Возгласом Нет Крис Нет И Этот Снаряд Улетел В Другую Сторону И Он Остался Жив Это Был Дух Святой Я Ничего Не Знал Об Этой Ситуации И Я Позвонил Его Супруге И Говорю Слушай Что Там С Крисом Происходит И Я Рассказал Ей Что Произошло И Она Сказала В Этот Момент Снаряд Летел Прямо На Него Чтобы Убить Его И Он Улетел Дух Святой Знает Дух Святой Знает Сколько Волос У Вас На голове Аминь Перерыв Редактор субтитров Корректор А.Егорова